денис приветствую тебя привет всем традиционный эфир встреча четверга обсуждаем конечно же фундамент и технику рыночные возможности то что сейчас на рынках интересного есть рынке сейчас интересные ты сам видишь какая волатильность действительно причем я ожидал волатильность хотя бы под какой-то фундаментальные события например под публикацию протоколов заседания американского регулятора но такая движуха пришлась на вторник это было конечно же очень интересно когда экономический календарь был пусты и локальных фундаментальных событий в итоге не было просто во вторник все решили задуматься а что если рецессия и вот эта паника и страха сделала свое грязное дело стала причиной сброса всех рисковых инструментов от доллара восток духом индекс американской валюты как мы друзья все знаем обновил максимум больше чем за 20 лет и протестировал 107 пунктов сопротивления я признаться такой долгосрочный покупатель доллара но не верил что индекс американской валюты может так быстро достичь такой высокой ценовой планки но в итоге есть то что есть давайте демонстрация экрана к тому интересному что есть моменте пару слов буквально про то что происходит сейчас европейская валюта и закрывая вопрос евро долларом в принципе можно говорить что разбор параллельно идет еще и индекс доллара потому что стопроцентная корреляция между этими инструментами напомню друзья то что американская валюта пользуется спросом сейчас потому что фрс уже начать монетарную политику две недели до встречи заседания фрс ставка там будет повышена на 75 байсных пунктов а плюс ко всему доллар еще пользуется поддержка как защитный инструмент и чем больше активнее звучат разговоры о рецессии о каком-то затяжном экономическом спаде о новом финансово-экономическом кризисе которого может быть мы не видели никогда по масштабам и учитывая те обстоятельства факторы которые накопились вот на данный момент времени конечно же сейчас более интересного актива чем долго не найти золото явно вне конкуренции потому что золото в аутсайдера золото продолжают сбрасывать золото теряет стоимости и сейчас хотя про золото еще давай скажу чуть позже когда график непосредственно покажу в отношении европейской валюты сейчас уже стоит ориентироваться на приоритетные значения причем они могут быть достигнуты уже концу этой недели впереди еще пятницу отчет non farm фэрлс который может дополнительно подогреть интересы к доллару евро очень сильно уязвим сейчас перед дальнейшим снижением из-за рецессии которая уже произошла в европейской экономике из-за энергетического кризиса и рисков того что в этот осенний зимний сезон роста стоимости газа и нефти приведут к тому что инфляция в еврозоне превысит 10 процентов это ударит разумеется еще больше потребительской активности по доходам домохозяйств по зарплатам короче европейской экономики прогнозируют спад которого не было никогда для этого региона и в этой связи есть уже и прогнозы что паритет это не предел будут уровни ниже европейского блюда будет дешевле чем доллар кстати будет интересно послушать твой точкой зрения в целом веришь ли ты в значение ниже паритет по паре евро доллар или нет я бы пока сильно не забегал вперед если будет прийти там в любом случае на таком уровне пойдет какая-то консолидация проторговка которая может затянуться несколько месяцев и просто евро не позволит доллару отправить себя еще ниже значение возможно произойдет какой-то серьезный выкупа который может отбросить пару евро доллар снова отметки 1 0 5 или даже 1 0 10 но это уже разговоры последующих эфиров пока что паритета довольно реальный так что касается золота 1732 доллара за тройскую пункцию частности прошлый раз когда мы разбирали тактифа я верил то что золото могут выкупить потому что верил что все таки когда перед инвестором станет выбор что выбрать в качестве основы среди защитных инструментов а помимо доллара будет еще и золото ну вот я ошибался золото очень сильно продали и последний отчет по комиссии торговли по американской комиссии по торговле товарными фьючерсами вот выговорил айси в тиси количество спекулятивных лангов длинной позиции снизилась до 156 тысяч интересная параллель что последний раз такое количество контрактов было в начале девятнадцатого года а в тот момент золото котировалось в районе тысячи 300 долларов и сейчас опять же фондовики вот там блумберг тоже видел что прогноз по золоту предполагает снижение этого актива еще ниже может быть даже вот как раз к указанному по уровню который находится над текущим точнее под текущим к уровням больше чем на чается 400 долларов но это перебор на мой взгляд это все равно что верить сейчас в а то что нет может подорожать до 350 долларов за баррель конечно такой сценарий весьма вероятен но думаю что золото развернуть все-таки не доходя до данного уровня сегодня я хочу предложить такую каркасрочную спекулятивную сделку раз уж мы видим за развитием тренда наблюдаем за то что он усиливается каждый днем распродажи золота могут продолжены быть дальше тем более что сейчас индекс раничных настроений на которые я делаю логические акценты указывает на то что большинство уже считают что одно достигнуто по золото и должен быть разворот но мы знаем то что в этот момент времени рынок дарит всем надеющимся новое дно поэтому по золоту допускают что можем легко пройти в районе 1700 долларов за тройскую карту функцию так что касается рынка нефти не ожидал я что будет пробой в район 100 долларов за баррель даже момент чуть ниже надеюсь то что этот уровень круглый юбилейный выстоит потому что все таки дефицит предложения это фундаментальный триггер который сохраняется на рынке и я полагаю что в целом вот эти опасения которые связаны с рецессии и то что они впоследствии отразятся на экономической активности приведут к снижению спроса на углеводороды они несколько сейчас переоценены потому что нужно прекрасно понимать что если все-таки реализуется негативный сценарий и рецессия глобальная мировая случится то страны опек плюс они просто основа снизит объем нефтедобыч и скорректирует вот это балансовое состояние не дадут рынку сильно просесть поэтому предлагаю вот текущий уровень 100 долларов за баррель использовать как тот самый когда можно на долгосрок перезакупиться с целями 120-125 которые я ожидаю осени этого года и не слово тебе хорошо включаю показ смотри я внимательно тебя слушал и в целом я соглашусь касательно паритета по евро баксу да причем продавать его пожалуй где-то в районе 02 50-03 где-то в этом диапазоне если сделать коррекцию потому что сейчас как бы коррекция совсем прямо уж микроскопическая признаюсь честно да я ждал вниз я ждал в район 102 но я не думаю что это произойдет буквально вот за четыре дня правда вот даже за три вот этого момента я не думаю что настолько агрессивно пойдут но тем не менее в целом у меня идея сейчас покажу то есть очень хорошо видно как цена движется в канале у нас будет формироваться коррекционная структура вверх и затем уже движение вниз вот здесь вот как таковых сильных уровней уже нет то есть нам к сожалению не за что зацепиться я могу только здесь посмотреть на блочные сделки они начинаются вот чуть выше паритета в районе 1 0 0 40 45 в этом районе это только не начинается то есть я не жду оттуда от сколько но скорее я жду туда добой вот поэтому с учетом того как вообще структурно двигалась вчера особенно вот самое активное пожалуй движение вчера как происходило по евро то другой вариант здесь просто нет здесь четкое проталкивание есть очень хороший объем причем разбросанные не полностью по всей свече вот видно как footprint выглядит не просто там где-то внизу а четко распределено то есть это явный признак того что формируется проталкивающая структура и сейчас вот фактически вот нижней границы канала у нас очень логично будет как раз сформировать отспок то есть как по мне это самое правильное что сейчас может произойти но я не удивлюсь честно если отскок там был совсем прям мелкий все все возможно но скорее всего он таки будет я думаю что потом в дальнейшем как ты уже правильно говорил касательно вот паритета что цена там может застрять надолго я не верю в такие v-образные развороты когда цена доходит например до паритета и резко отлетает но это большая редкость на самом деле то есть там либо накопление объемов делается либо среды теста будет двигаться короче что угодно там может быть поэтому пока мы ножи ловить не будем и просто сопровождаем евро без продавая там где-то в районе 0,250 как по мне самое оптимальное больше здесь ну просто зацепиться не за что касательно золота золото как помнишь продажи как раз я ждал дождался их но слабенькая коррекция была то есть обычно если такая распиленная структура то золото где-то корректируется ну в середину условно говоря где-то в середину этой структуры и потом делает оба а здесь получается ну очень прям слабую коррекцию сделали и сразу же обвалили поэтому к сожалению у меня там лимитка была чуть повыше находилась в районе 1823 то есть меня не дотянуло так бы было конечно прекрасно я жду движение в район значит 1000 1680 примерно там находится у нас стратегически такие глобальные уровни поддержки вот как раз можно видеть это уровни значимые то есть который без реакции цена вряд ли пройдет 1720 21 в этом диапазоне у нас тоже кстати говоря есть неплохая поддержка даже одного уровня достаточно вот вот он 1721 я не жду там какой-то очень прям серьезная реакция на отскок поэтому я предлагаю все-таки если бы коррекция то продавать и подавать так весьма агрессивно вниз то есть примерно вот в таком виде вскакивать где-то на полпути но здесь нет никакого смысла потому что это все-таки золото то есть оно и волатильно достаточно и плюс здесь начиная с крупной площадной сделки то есть этот диапазон там 1660 1680 я не верю что цена его взяла и прошла поэтому здесь реакция однозначно будет а касательно всего остального просто ждем при коррекции будут продавать на касательно нефти я честно так еще как и ты не ожидал что направились настолько резко настолько быстро вниз хотя у меня лично были вот покупки от уровня 105 вот но к сожалению не срослось точнее по безубытку но все равно не срослось не потому что провалили быстро провалили агрессивно очень и внизу до начали накидывать вот объемы их вижу но без ретеста я бы не стал ходить и в целом я думаю что скорее всего попытаются здесь ниже сделать небольшой добой там может 95 94 а отсюда уже пойти неплохо так вот скорректироваться вверх хотя вверху кстати накопления очень крутые были сделаны там район 125 вот здесь вот просто залепили там яблочные сделки и по опционам крутые границы там все было сделано но я пока сильно далеко не ориентируюсь хотя бы там район например на 105 то есть это уже 1000 пунктов то есть весьма для спекуляции весьма прилично так что да здесь нужно либо перекрыть и сделать сегменты на 102 и потом с коррекцией подбирать либо получить вот такой вот добой вниз и после этого добоя уже подбирать то есть один из этих вариантов здесь будет реализовано какой именно я думаю мы ближайшее время с тобой узнаем но в целом с покупками я полностью в этом плане солидарен поэтому сегодня у нас с тобой получилось полная синергия так закончил денис да спасибо большое тебе за твой детальный исчерпывающий обзор разбор полетов в плане техники остается только следить напоминаю что еще но он фарм пэрлс завтра поэтому волатильность она точно останется высокой друзья так как обычно я замечал когда сильные движения формируют но но как часто начинают коррекции давать да вот согласен тоже хотел добавить это возможно как раз перед но фарм пэрлс будет еще какой-то задир вниз по евро доллару а потом может все и обратно выкупится рынка поэтому друзья имейте ввиду что фундаментальный фон технический фон вот эти паттерны а сигналы это конечно же то что позволяет оценить тенденции на перспективу но понять как рынок отреагирует в моменте на какой-то информационный фон это просто невозможно поэтому вы обязательно должны контролировать риски следить за загрузкой депозитов если считаете что профит достаточно не гонитесь за экстра прибылью потому что всех денег не заработаешь если считаете что решение принято неправильно и у вас нервы как бы не лучшая ваша черта и как бы негативно реагируете на соответственно любые просадки когда ставьте стопы чтобы не расстраивать себя еще больше и впоследствии найдете с нашей помощью в том числе более интересную оптимальную точку входа поэтому готовимся к еще больше волатильности ждем движения на финансовых рынках хорошо что они есть потому что плохо когда рынок тухлый и нестиг классного закрытия недели тоже хорошо подогревать на дом фармах если будешь это конечно же делать и хороших выходных тогда абсолютно не торгую вы новости предпочтение торговать а когда уже рынок рынок переписится уже все по заходят по уходят кому надо не надо тогда уже можно спокойно оценивать поэтому на тебе тоже отличного закрытия недели нашим подписчикам зрителям самое главное так как жестко контролировать спасибо пока пока пока